Говорят, что девочек с малых лет занимающихся художественной гимнастикой отличают грация, красота и сила. Непростое это дело выполнять сложнейшие физические и танцевальные упражнения под ритмичную музыку. Сегодня художественная гимнастика считается одним из наиболее изящных олимпийских видов спорта, а россиянки традиционными фаворитами крупнейших международных соревнований. Популярность этих соревнований стала намного выше. Если в том году у нас были они в основном те гимнастки, которые представляли только Московскую область, то в этом году у нас они всероссийские. К нам приехали гимнастки из Калининграда, из Воронежа, из Москвы. То есть уровень соревнований у нас повышается, так же как и масштабность этих соревнований тоже увеличивается. Всероссийский турнир, который прошел в Одинцово, посвятили памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Московской области, тренера Надежды Соломатиной. Многие организаторы чемпионата сами воспитанницы легендарного наставника. Теперь они передают опыт молодому поколению. Выступают девочки от 6 лет и до 16. То есть самые старшие девочки выступают по мастерам спорта, по программе мастеров спорта. Организаторы и участники турнира признаются, подобные соревнования позволяют значительно повысить мастерство спортсменов. Обмен опытом и конкуренция с другими регионами России заставляют гимнасток прилагать для победы все силы. Особое внимание уделили судейству. Никаких скидок на возраст и спортивный разряд. Организаторы понимают, кто-то из этих девочек через несколько лет будет защищать честь России на международном уровне. Мне кажется, что в Одинцово работает очень много тренеров по художественной гимнастике во многих точках. То есть представительство города Одинцово. Здесь есть разные организаторы от города Одинцово. В Московской области нас культируется. В 30 городах Московской области художественная гимнастика. Это только в Московской области. Призеры соревнований получили грамоты соответствующих степеней, медали и другие ценные призы. Возрастающая в России популярность художественной гимнастики позволяет надеяться на то, что подобные турниры будут проходить все чаще. Святослав Савенков, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.